В тему моего выступления «Этническая безопасность» на постсоветском пространстве я бы хотела вам доложить авторскую концепцию подхода к проблемам этнических конфликтов. С нашей точки зрения, этнические конфликты можно прогнозировать, исходя из уровня этнического риска в том или ином этноконтактном регионе. По этническим рискам нами понимается вероятность негативного воздействия этнического фактора на устойчивость политического пространства. Особенности политического пространства как Советского Союза, так и постсоветского пространства неустойчивы, на наш взгляд, в этническом отношении по следующим основаниям. Начну с периода еще предшествующей нынешней, то есть периода советской власти, потому что многие негативные явления заперепились еще в турнире. Первое. Это политические факторы. Советский период, с нашей точки зрения, ознаменовался двумя абсолютно противоположными тенденциями, которые расшатали вот это этнонациональное пространство государства. С одной стороны была поставлена идея формирования единого советского народа, то есть гражданской нации, а с другой стороны государство было объединено на пять этажей этнонациональных субъектов. Таким образом, одновременно реализовались абсолютно противоположные идеи, которые взаимно как бы возникали такие помехи. Вот этой идеей гражданской нации, которая сегодня является достаточно распространенной, во всяком случае, в западном случае. Второй факт. Это государственная правовая... Я уже говорила, что произошло как бы размежевание на этноправовой основе и создавалась своего рода этнополитическая иерархия. Надо сказать, что все вот эти моменты в период распада Советского Союза, в период перестройки, безусловно, тоже оказали сильное влияние, и общественное точки зрения, этнический фактор в распаде Советского Союза не вполне учитывается. Несовершенствовало данной системы, на наш взгляд, проявилось еще и в том, что по данным в период 1885 года 64 миллиона советских граждан жили вне территориальных образований своего народа, раз уж эти образования были, да, вот, а 6 миллионов, причем крупных народов, вообще оказались внишены каких-то ниборо-этно-территориальных субъектностей. Ну, здесь можно вспомнить, прежде всего, фантийских греков и, конечно же, советских немцев, которые имели небольшую автономную область, которая не была восстановлена после реабилитации немцев, уже более низких нам времен. В следующем году мононациональные образования возникали на смешанных территориях, потому что особенность еще с времен Российской империи нашего государства состояла в том, что у нас не было четкого определения метрофонии и колонии, да, а все народы империи, а потом Советского Союза, в реальности жили смело, и поэтому вот эти границы носили чистую зону. Третье. Исторические факты. Истоки практически всех современных конфликтов на постсоветском пространстве коренятся в истории. Хотелось бы специально упомянуть, ну, и более, так сказать, такой известный момент, Карабахский конфликт. Значит, здесь дело не в том, что вот ведь определенные взаимоотношения Армении и Азербайджана, которые возникли буквально в последние, там, десятилетия. До этого были, скажем, известные армянские гиданцы 12-го года. До этого были территориальные уступки Советского Союза в Турции, Араратской долине, которые армяне чрезвычайно тяжело переживают, и многие другие негативные следствия, которые к этому привели Абхазский конфликт. Дело в том, что в переходный период, когда Грузия была в течение года независимым государством, это конец 18-го, начало 19-го года, она приняла Конституцию, по которой Абхазия не входила в состав Грузии. И когда распался Советский Союз, Абхазия объявила, что раз грузины возвращаются с Конституции 18-го года, то Абхазия и не входит в Грузию, если они отказались от Советской Конституции. Понимаете, вот таких, как бы, правовых оснований, которые сыщатся на истории, немало. Я считаю, что вот эти три фактора являются основными, однако имеют значение и такие факторы, как экономические. Ну, я специально не говорю о миграции. Во-первых, я, так сказать, не считаю себя особо специалистом, что касается этнической миграции, потом нельзя объявлять необъятное. Хотя это, безусловно, важно. Экологическая причина нарушения традиционной системы природопользования и демографическая. Различие в традициях семейно-брачных отношений обусловили различные коэффициенты гражданности по отдельным этнополитическим образованиям. Значит, вот эти факторы – это то, что относится к постсоветскому пространству. Хотелось бы теперь перейти к тем основаниям повышенного уровня этнического риска, которые, как нам представляются, являются возможными и типичными для любого полиэтнического региона и выходят за пределы постсоветского пространства. Это, первое, соотношение доли типового населения государства или национального большинства какого-то региона с одной стороны и национальных меньшинств с другой стороны. При значительном превышении доли первого на доли этапа, то есть чем больше национальное большинство и типичный народ, значит, тем уровень этнического риска снижается. С этой точки зрения такая этнодемографическая ситуация характерна в частности. К сожалению, я не подготовила иллюстративный материал, я не знала, что было на динарном заседании. Я понимаю, что цифры вскруют трудно, но тем не менее. В Таджикистане 80% граждан, в Азербайджане 91% азербайджанцев, в Литве 83% типового населения. В этих постсоветских государствах меньшинство является меньшинствами не в количественном отношении. В качестве низкого уровня этнического риска можно привести некоторые российские автономии. Например, Ингушетию, где 94% титульного населения, Чувашию, здесь 67% титульного населения, и Северную Осетию, где осетины составляют 65%. При увеличении доли национальных меньшинств в составе населения уровень этнического риска повышается. Наиболее очевидным примером, хоть об этом, к сожалению, редко говорят, и ситуация, как не представляется в этом государстве, пока еще более-менее устойчива, потому что возглавляет харизматический лидер, это Казахстан. В Казахстане 57% титульного населения, фактически все остальное население является русскоязычным, хотя это не все русскоязычные. К тому же русскоязычное население расселено Анклавно в Северном Казахстане, где доля славянского населения, это последняя казахская перехведь, казахстанская, доля славянского населения 60%, казахов 31%. Это 5 северных и северо-восточных областей Казахстана. Если мы выйдем за пределы постсоветского пространства, то можно назвать в качестве такого повышенного уровня этнического риска сложившуюся сегодня неустойчивую республику Босния, где титульного населения, то есть башняков, я их называю, так они сами себя называют, как Босницев, хвостняков 47%, сербов 37% и хорватов 15%. То, что Босния и Герцеговина и Федеративная Республика слава в ее стабильности государства, так как меньшинства занимают территории, которые они считают исконно своим. и не считают хорваты и сербии, они не понимают, почему они должны быть в пределах такого государства. Здесь надо понимать, что гражданская нация там начала еще складываться, и это длительный очень процесс. С точки зрения уровня эпического риска уязвима ситуация в большинстве российских национальных ресурсов. Даю данные последние пенсии. Из 21 национально-территориального образования российской федерации титульное население составляет большинство только 8. Повторяю, из 21 национального образования титульное население имеет большинство только 8. Причем в ряды, в частности Татарстан, Кабардино-Балкария и Халмыкия едва превышает половину. Ну, например, в Татарстане 53, чуть больше, чем 53%. В то же время, к примеру, в республике Адыгея, которые являются, ну, как бы, полноценной республикой Адыгея, значит, титульного населения 24%. В основном остальные это русские, ну, или, я считаю, не совсем правильно говорить, казаки. Но они себя идентифицируют как казаки в переписи, поэтому я их упоминаю. Особенно выделяется, конечно, в этом отношении Карелия с 7% титульного населения. Причем-то и Карелы, и Фины вместе взяты. Значит, я не говорю, что это единственный повод для возникновения эдетических конкурсов. Как вы понимаете, скажем, Карелия спокойная, вполне титульная. Тут на это накладывается еще много других моментов. Но вообще вот соотношение, понимаете, фактическое равенство титульного народа с меньшинствами очень сильно расшатывает этнополитическое пространство. Следующее, второе. Это этнический риск возрастает при наличии территориальных претензий в том или ином регионе. В особенности сетей претензий используются в качестве инструмента государственной политики. В частности, могут это территориальные потери Азербайджанов в результате Карабахского конкурента или сохраняющиеся притязания Эстонии и Латвии на ряд районов Печорской, на ряд районов Псковской области Российской Федерации. Причем в этих случаях совершенно не учитывается, какое население имеет большинство в аспариваемом регионе. Значит, в Карабахе до начала конфликта, ну сейчас там вообще нет азербайджанцев, да? До начала конфликта уже армян было 67%. А в тот момент, когда Карабах в качестве автономной области вошел в состав Азербайджанской СССР, армян там было 3 четверти. Это я привожу пример. Вот понимаете, какие были крупные просчеты, как можно было район, где 3 четверти населения компактно живет, делая частью республики с другими типами населения. Я не буду выделять этот вопрос, я знаю, что причина. Причина чисто идеологическая. Но сейчас я не хотела бы на ней останавливаться. Третье. Этническая безопасность снижается в случае нарушения прав человека по этническому признаку или косвенным показателям принадлежности к национальным меньшинствам. Сохраняется негласная дискриминация неграждан в Эстонии и Латвии, хотя она, конечно, улучшилась по сравнению с 90-ми годами. Хочу специально подчеркнуть, что это не относится к Литве. Мы почему-то привыкли говорить, что при Балтике все вместе. Значит, в Литве с самого начала никакой дискриминации не было, там был принят муливой закон о гражданстве, и все проживавшие в 91-м году на территории Литвы были сразу стали гражданами. Хоть ты вообще слова не знаешь про Литвовска. Кстати, русские там не самое крупное меньшинство, поляков там больше. Кстати, Польша имеет территориальные претензии, несмотря на то, что Татя и другая страна, хоть европейский Союз. В определенном смысле тревожной остается ситуация на Украине. Здесь, значит, самое важное, причем мы обсуждали это относительно недавно с украинскими коллегами, которые совершенно согласны, это касается использования русского языка. По данным, я подчеркиваю, украинским данным, Киевского международного института социологии, это 2008 год, основное средство общения 75% горожан в русский язык. И даже в западных областях 54% населения в западных областях, это Львов, Черновцы и так далее, для них основной язык общения русский. Притом, не будут быть известной вещью уменьшения поиска русской школы, то есть фактически, во всяком случае, в ряде регионов они должны быть официально русский язык вторым государственным языком, этого не происходит. Полностью русскоязычными по украинским же данным являются следующие области Донецкая, Луганская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Республика, Крым. Во всех этих областях основной язык русский более чем для 90% населения. Четвёртая, мне осталось ещё минут пять, нормально? Хорошо. Следующая, уровень этнического риска обусловит стремление национального меньшинства в случае его анклавного проживания к национально-государственному самоопределению. Но это я, так сказать, рекомментирую. Здесь мы можем говорить о, скажем, известной осетиной-бургской короблике, пригородной районе Северной Осетии, ну или пословом. Следующая, степень этнического риска возрастает в случае идеологической установки, это уже последнее, на строительство гражданской нации, хотя это, безусловно, правильно и перспективно, это идея будущего. Но в условиях игнорирования этнической идентичности коренной группы, которая ещё не готова отказаться от того, чтобы стать частью гражданской нации. Чтобы просто было понятно, что это не только на постсоветском пространстве, мне бы хотелось привести малоизвестный факт, который связан с Корсикой. Значит, корсиканцы по происхождению, по языку, действительно мало что общего имеют с французами. Были неоднократно требования корсиканского сообщества признать хотя бы корсиканцев частью французского народа. Он не признаётся как отдельный народ, так же, как и французские пасхи. Понимаете? И вот это всегда подогревает вот такое, если не конфликт, то противостояние. Последнее. В отличие от большинства постсоветских государств, на уровень этнического риска в России влияют как положительные, так и отрицательные факторы. Что положительное? Значит, я повторяю, не говорю, а эмиграции нет времени, потому что это специальная тема. Она тоже бешераша. Положительное. Значит, во-первых, существенное преобладание русской потащи в составе населения Российской Федерации, а также устройство государства на принципах национально-территориального федерации. Однако здесь мне бы хотелось сказать последнее, что, понимаете, получается, к сожалению, в некоторых национальных историях Российской Федерации возникает ситуация, что русские, будущие титульным народом в Российской Федерации, в этих республиках не будут называть, рассматриваются как меньшинственными, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Не секрет, что увеличивается отток русского населения из ряда приборожских и ряда кавказских республик. Таким образом, еще даже не включая в проблему эту, вот еще что касается этнической федерации, хотелось бы закончить тем, что уровень этнического риска в Российской Федерации остается весьма высоким. И мне представляется, что следует особое внимание уделить как раз этнической безопасности. Это сделано частично в концепции национальной политики. Мне представляется, что мы в полной мере все вот эти моменты там нашли свое отражение. Спасибо за внимание.